Братья и сестры, я сердечно поздравляю вас с Новым 24-м годом. Поздравляю с тем, что благодать Божья, милость Божья, благословение Божье над нами продлевается. То, что мы вместе собраны в Божьем Доме молитвы, это большая милость Бога к нам. Я прочту текст Писания из книги притчей Соломона, 10 глава, 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Братья и сестры, вчера у нас были собрания, и мы слушали проповеди о благодарности Богу, за что надо Бога благодарить, как надо Бога благодарить. И мы наши сердца проверяли, вот есть ли в моем сердце благодарность Богу и за что. И сегодня нам необходимо просить благословения у Бога на Новый год. Наверное, многие из нас уже об этом Богу помолились. Вероятнее всего, кто-то из нас еще вчера, ну это и в молитвах отчасти было слышно, когда мы вчера ночью молились, провожая уходящий год, и уже в наших молитвах были просьбы к Богу, чтобы Бог и в следующем году нас благословил. И я уверен в том, что кто-то, точно так, как я, задумывается, а что такое благословение? Вот мы говорим, Господи, благослови. А что ты имеешь в виду? Что я имею в виду под этим словом? Ну, сколько-то лет назад у нас был такой дуэт плотников, столяров, краснодеревщиков, два Александра. И вот у них там были свои беседы, свидетели, которым я многом был. И там один из братьев, один из Александров иногда так говорит, какое неблагословение! Вот они начинают что-то делать, не получилось там, испортились. Какое неблагословение! Братья и сестры, ведь тысячи христиан именно так и рассматривают. Заболел? Какое неблагословение! Деньги потерял? Какая неудача! Какое неблагословение! Не получилось? Какое неблагословение! Да, вчера нам, ну, немножко Саша дал в проповеди своей такой, как бы, вот за что мога. Можно нам быть благодарными, Бога благодарить. Он даже привел, да, что болят коленки. И человек радуется, да. Вот все-таки, слава Богу, что коленки болят, да. Все-таки у меня аж, ну, не онкология, не рак. А я вчера слушал и думаю, а вот сейчас в нашем собрании сидят люди. Кто-то в коляске, а у кого-то онкология. И в мире тысячи таких людей. И такой человек, слушая это, должен подумать, какое неблагословение. Нет, это не так, братья и сестры. Конечно же, не так. И радоваться только тому, что, да, Полианна, прекрасная книга. Радоваться только потому, что, ну, я только одну ногу сломал, да. Вот у одной сестры, ну, лет 20 назад была, ну, нога сломана. И брат пришел, и как бы свои соболезнования. Сказал, ну, слава Богу, что одну только сломали, да. Ну, да, да, конечно. Но весьма слабое утешение человек, который в гипсе и на костыле, да, что только одну. Ты радуйся, ты же одну только сломал, да. Но человек же не об одной своей сломанной ноге думает. А он думает, что вокруг меня тысячи людей, которые не сломали. Вот у него благословение, он не сломал. У него коленки не болят, поэтому у него благословение. А кто-то думает, да, они болеют, но у них не онкология. Братья и сестры, что такое благословение? В чем мы видим благословение? И что мы просим у Бога как благословение? Люди желают здоровья, счастья, денег, богатства. Говорят, главное – здоровье. Главное или здоровье? Важное, я согласен. Но главное ли – нет. Сколько здоровых людей физически покончили жизнь самоубийством в прошлом году. Сколько физически здоровых людей пролили море слез, потому что весь год для них был жутко тяжелым. Болели кто-то из их близких. Кто-то физически здоровые люди потеряли миллионы, миллиарды состояния. Кто-то потерял свой дом. Кто-то физически здоровые люди потеряли своих детей. Главное – здоровье. Ты радуйся, ты будь счастлив, ты здоровый. А человек говорит, лучше бы я болел, чем болеть сейчас мой ребенок. Плачущий Давид, семь дней лежит, молится Богу. О чем ты плачешь? Слуги говорят, как сказать, что ребенок умер? Если вот так он сейчас неделю лежит, плачет, ничего не ест, болеет ребенок? А скажи, что умер, он с собой что-нибудь сделает. Слуги Давида реально боялись, что Давид себе может причинить какой-то ущерб в своей жизни, когда услышит, что ребенок умер. Что такое благословение? Братья и сестры, я на два вопроса хотел бы максимально, насколько у меня получится, кратко дать ответ. Что такое благословение? И самое короткое шаг – как его можно получить? Что такое благословение? Ну, в словаре что написано? Во-первых, слово благословение, оно имеет два смысла. Один смысл, это который мы читаем в Салтыре, «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Об этом благословении. Благословение – это славословие, которое человек возносит Богу, воздавая Ему хвалу за Его неизреченную благость. То есть благословение, как наша хвала, как наше поклонение Богу за Его неизреченную доброту. Эта тема, мы ее сегодня не будем рассматривать, она за рамками моей проповеди. Это большая тема в Священном Писании. У нас когда-то давно-давно была такая сестра, еще в старом доме молитвы, старенькая, она ушла в вечность в возрасте примерно 95 или 97 лет. Вот кто постарше, помните, как она молилась? «Господи, благослови себе и нас». Это была ее такая молитва. Ну потому что вот, ну ей надо было в голове как-то совместить, что «Благослови Господа», она думает, а чем я могу Его благословить? Вот Бог меня может благословить, года жизни может дать, здоровье моим детям, «А я Ему что могу дать?» И поэтому она и просила, «Господи, Ты себя там благослови, ну и нас благослови». Но Бог ее понимал, братья и сестры. Бог ее понимал, о чем она просила. Я не всегда понимаю, а Бог всегда понимает своих детей, братья и сестры. И мы сейчас будем не именно как хвалу Богу, как благослови душа моя Господа. Это отдельно огромная тема. Хотя от этого очень сильно зависят благословения в нашей жизни. Тогда, когда моя и твоя душа Господа благословляет, благословляйте и будете благословенными. Но это тема отдельная. Моя тема сегодня о благословении – это как просьба, это молитва к Богу оказать покровительство, помощь кому-либо в новых жизненных обстоятельствах или в каком-либо важном трудном деле. Вот об этом благословении я и хотел бы сегодня говорить. Благословение – это как содействие Бога в нашей жизни. Это как благорасположение Бога к нашей жизни. Это как помощь Бога в каких-то новых, трудных жизненных обстоятельствах. То ли в скорбях, то ли в радостях, то ли просто в деле наших рук. И сразу же я прочитаю значение слова «благословенный». Вот в нашем понимании благословенный – какой человек? Ну, хороший, дорогой автомобиль подъехал. О, брат или сестра там благословенная. Правда это? Правда. Здоровый, крепкий человек. Детки все красиво одеты, сели, поют прекрасно, играют. Благословенный? Да, конечно, благословенный. Но только ли в это? Или противоположное? Говорит ли о неблагословении? Да, какое неблагословение? Машина ржавая, да, там это, еще что-то. Не, не в том радость, не в том благословение, да, что у меня хоть машина ржавая, но не велосипед. Вот. А человек, который на велосипеде. Какое неблагословение? Не, благословение. У меня велосипед, но у меня велосипед семь скоростей, не одна, как у кого-то, да? Не в этом благословении. Вот. Какой человек благословенный? Посмотрите. Вот я прочитал в словаре, я в Слове Божьем прочитал. Очень интересная мысль. Благословенный человек – это приносящий благо. Довольство, счастье, благодатный. Братья и сестры, словарь объясняет, что человек благословенный, нездоровый, небогатый. Благословенный – это приносящий благо, приносящий довольство, приносящий счастье, благодатный. Вы скажете, не, ну благословенный как? Вот мы читаем в книге «Бытие» Бог благословил Иосифа. Чем? В доме Патифара. Чем благословил? Вот спросите Иосифа. Тебя Бог благословил? Да. Люди это видят. Иосиф, а сколько у тебя денег? Ой, не, у меня карманы пустые. Я раб. Я, вот, как вещь. То есть Патифар Иосифа купил. Это была вещь. За убийство раба никакого спроса не было. Ну, это потеря. Ты деньги заплатил, взял, убил. Ну, как микрофон сломал. Да, ой, ой, осторожно. Раб – это вещь. И не больше этого. Не нужен – выгнал. Иосиф, ты же раб? Да, я раб. А чем тебя Бог благословил? Ну, может, тебя на свободу? Нет. А Бог благословил Иосифа. Почему? А потому что… А в доме Патифара хозяйство пошло хорошо. Так это ж его деньги. Когда Иосифа отправили в тюрьму, он же ушел с пустыми карманами, возможно, в минимальной одежде. Бог благословил. Иосиф был благословенным. В чем было благословение Иосифа? В том, что Иосиф принес в дом Патифара благо, добро. И Патифара это материально увидел. Он увидел, ну, вообще от всего хозяйства он отстранился. Иосиф, ты всем управляй, у тебя лучше, чем у меня это получается. Благословенный человек, у которого ничего не было. Но Иосиф попал в тюрьму. Вот это какое неблагословение. Да ты в тюрьму попал, бедолага. Ладно, рабом был. Раб, который в тюрьме. Но ведь и там Бог был с Иосифом. Ведь и там Бог его благословил. Это благословенный человек, который приносил благо. А какое благо приносил Иосиф в тюрьме? А то благо, что даже в тюрьме человек от Иосифа получил благо. Иосиф сказал, вот тебя, фараон, кончилось время твоего ареста. Ты вернешься, ты опять будешь на своем месте. Ну и так далее. Братья и сестры, благословенный человек – это приносящий благо. И новозаветний пример точно такой, братья и сестры. Благословен человек. Мы праздновали, празднуем и будем еще праздновать Рождество в эти рождественские дни. И помните, какие слова говорит ангел Мария? Радуйся, благодатная. Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Благословенная женщина Мария. В чем ее благословение, братья и сестры? Ты теперь будешь богатая. У тебя не будет проблем финансовых. Да нет. Ну, а благословение Господне, оно же обогащает? Чем благословение обогатило Марию? Ну, тем, что ей негде было его положить, своего младенца новорожденного. Бог благословил. Тем, что, когда спустя пару месяцев они пришли в храм, чтобы принести вот, ну, в жертву то, что по закону они должны принести, то ни у Иосифа, ни у Марии не было денег, чтобы купить овечку. Они были люди бедные. Написано, а кто беден, тот может взять две горлицы, две птички маленькие. Благословеннейшая женщина между всеми женщинами, которой блаженной будут называть и называют до сих пор миллионы людей. Но, а материально, очень бедная женщина, но она благословенная между женщинами. Богатейшая. Почему? Потому что она благо приносит. Она приносит счастье людям окружающим. Братья и сестры, вот такое мое исследование, что же такое благословение, братья и сестры. То есть благословение, я читаю текст Писания, книга Бытие, 49 глава, 28 стих. «Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое». Братья и сестры, у нас здесь сегодня много собрано, душновато, чуть жарковато. И вот нам предстоит прожить Новый год. Что такое благословение? «Вот Иаков своих сыновей благословил, и дал им благословение каждому свое». Братья и сестры, наш Небесный Отец, Он нас любит. И как в прошедшем году, Он давал нам благословение, каждому свое. Когда-то для меня Божье благословение было тогда, когда я лежал в реанимации, и когда пришел врач-кардиолог и сказал, что жена сказала, чтобы я вам ваш диагноз сказал, что у вас обширный инфаркт, и, ну, ваше положение очень серьезное, ну, и так далее, и так далее, и так далее. «Это было Божье благословение мое, не твое». Кто-то получил благословение в материальном и в свое распоряжение получил от Бога пять талантов или один. Каждому свое. Кто-то прекрасно поет или играет. Кто-то умеет и петь прекрасно, и деньги зарабатывать неплохо. Кто-то умеет что-то одно только. Каждому свое, братья и сестры. Кто-то получил от Бога крепкое здоровье и долгие годы жизни. Каждому свое. Кто-то от Бога получил очень слабое здоровье и инвалидную коляску. И это благословение. Каждому свое. Братья и сестры, сегодня для нас очень важно видеть, в чем Божье благословение. И я нахожу, что Божье благословение, оно очень хорошо отражается в молитве, в просьбе. Моисея тогда, когда Моисей с израильским народом, со страхом в душе, с большим переживанием, он находился в пустыне. Огромный народ, дети, взрослые, женщины, воины. Вокруг настроены враждебно люди, разбойники, народы, которые готовы съесть, растерзать, убить, взять в рабство. И Моисей в растерянность. Братья и сестры, Моисею было тяжело. И он говорил, я кто? Разве это я родился, что я должен вот этим народом руководить? Чем завтра кормить? Чем завтра кормить? Ну, больше миллиона человек, похоже. Чем их кормить? А что пить? Не было воды. Попробуйте, вот когда мы постимся, и к вечеру, особенно если это лето, то к обеду даже. Ну, есть можно и неделю не есть, но не пить, это же крайне тяжело. А тут пустыня. И это нужны не тысячи литров, а тысячи кубометров воды напоить детей, животных, людей взрослых. Где все это взять? Я читаю книгу «Исход», 33 глава, 13-15 стих. Моисей говорит Богу такие слова. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помыслишь, что эти люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой». Братья и сестры, Божье благословение, для себя я так сделал вывод. Вот в этих словах Бог говорит, сам я пойду с тобой и введу тебя в покой. В Новом Завете, в послании к евреям, эти слова остаются точно так неизменными. «Доколе еще остается обетование нам войти в покой Его». Благословение в нашей жизни земной – это слова Господа. Сам я пойду и введу тебя в покой. Братья и сестры, это благословение. Если я буду богатым и очень богатым человеком, но сам я не будет со мной, это будет самое страшное проклятие. Я знаю десятки людей, для кого деньги – это проклятие, которые обманывают, воруют, делают всякие скверные дела, которые вроде бы были христианами, а сегодня они далеко от Бога. Почему? Потому что деньги искалечили их душу, их жизнь. Я знаю физически здоровых людей, которые граждане ада, потому что их здоровье физическое, их безнаказанность, они думают, что им все можно, все удовольствия, все, что только можно, все, что я могу взять, я все возьму от жизни. И человек берет. И их физически крепкое здоровье для них очень большое проклятие. Неблагословение. Поэтому, братья и сестры, для нас, для Божьих детей, самое большое благословение – сам я пойду с тобой. И я думаю, что об этом и я, и, наверное, и вы, все мы захотим в этом году попросить, Господи, сколько жизнь наша продлится, пойди со мной. И если мне в этом году придется снова оказаться в реанимации, и, конечно же, пусть это будет для меня благословением, чтобы я был способен и в тех обстоятельствах видеть, что ты сам здесь со мной. Я читаю слова в книге пророка Еремии, в плаче Еремии, прошу прощения. И Еремия пишет потрясающие слова. И Еремия говорит, Богу, ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои. Братья и сестры, вчера об этом мы слушали проповедь, что, ну, мы не исчезли. Это потом скажет Еремия в этой же книге, чуть дальше он скажет, Господи, я тебе благодарен, я радуюсь, ты меня благословляешь, потому что я не исчез, потому что здесь ты со мной. Братья и сестры, я читал эти слова и не понимал, как в книге плач Еремия, вот, ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, где здесь благословение? Братья и сестры, благословение в словах ты не враги, не он, не она, не враг сатана, Бог. Бог, Бог, мои ужасы, чего я боялся, то и постигла меня, говорит Иов, но это Бог, мой любящий Отец, Он меня проведет, да это Он меня привел в эту долину смертной тени, но Он со мной, и Он здесь проведет. Вот в этом благословение. Благословение не в том, что у меня не будет скорби, благословение в том, что с Ним я в скорби. Братья и сестры, ну мне, это мне так представляется благословение, так я нахожу это в Божьем Слове, и так я вам предлагаю свое понимание, видение, и пусть Бог благословит, чтобы нам сейчас об этом и помолиться. Помолимся Господу. Аминь. Аминь.